Теперь в ростовском зоопарке три медведя, прямо как в одноименной сказке. Мама комета, папа Айон и малыш. Сегодня 26 февраля младшему представителю семейства исполняется три месяца. За это время он успел вырасти в несколько раз, стать активнее, а еще от и до изучить свою берлогу. Он сейчас маме не дает спать, мама уже хочет и поспать, а он нет, мама давай играть. Но так что он там, мама уже все, бедная мама, как и все, наверное, человеческие мамы. Характер строптивой кометы после родов стал мягче. Мать с нежностью и заботой оперегает своего детеныша и не дает ему выходить на улицу, из-за чего определить пол малыша пока невозможно. Единственный способ наблюдать за жизнью медвежонка – видеокамера в берлоге. Известно, что полярные медведи – одиночки и встречаются только в период спаривания. Папа Айон живет отдельно. Сотрудники зоопарка рассказывают – медведь очень контактный, всегда рад людям. Дело в том, что почему его зовут Айон, его нашли в районе поселка Айон. Его нашли около двух-трехмесячным, его выкармливал мужчина. У него интересный факт, что он с тех пор очень хорошо, даже чересчур хорошо смотрит на мужчин. Он сейчас, скажем так, занимается тем, чем должен заниматься отец полярный медведь. Он отдыхает, кушает и ждет следующей встречи для того, чтобы создать новую семью. Таяние ледников – вот причина вымирания полярных медведей. По мнению зоологов, им осталось около 80 лет. Зоопарк, в свою очередь, помогает сохранить популяцию вымирающего вида. Многие люди как-то странно относятся к тому, что у нас белые медведи в ростовском зоопарке. Мол, погода у нас такая довольно жаркая. Но на самом деле, я считаю, что это, наоборот, замечательно, что они у нас есть. Поскольку вопрос сохранения популяции белых медведей в природе, он очень острый на данный момент. Работники зоопарка надеются на снисхождение медведицы и верят, что первый выход малыша из берлоги состоится в начале весны. Чтобы уже к середине апреля все жители и гости города смогли увидеть события, которые ждали 32 года. А именно, появление в вольере самки медведя с детенышем. Продолжение следует...